Здравствуйте! Меня зовут Максим Виноградов, это Екатерина Белоруства. Мы хотим представить вам наш проект, который был запущен сегодня в полдень. Называется он OpenTripMap. Мы решили представить его всей командой, то есть вдвоем. Что это за сервис? Это сервис для путешественников на основе открытых данных. Мы специально задали такую широкую тему, потому что сервис мы планируем развивать. То, что мы сделали сегодня, это такая первоначальная версия, где есть далеко не все функции, некоторое количество багов и еще дальше мы планируем развиваться. Сервис этот мы придумали потому, что сами очень любим путешествовать, как на машине, так и пешком. И те сервисы, которые есть, нас удовлетворяли не полностью. Наш сервис помогает ответить на 4 основных вопроса при планировании путешествия, куда поехать, что посетить, как лучше проложить маршрут, ну и где переночевать, где поесть. Какие мы видим недостатки у существующих сервисов, как у не специализированных, например, таких как Google карты, так и специализированных, например, CIGIC Travel. Это несколько таких вещей. Во-первых, часто в сервисах представлено небольшое количество объектов. Они отобраны либо какими-то редакторами, там, допустим, 10 лучших мест для посещения в каком-то городе, либо взятые с соображений каких-то рекламных. Вторая вещь это то, что все объекты показываются, как правило, только на крупных масштабах. Тем самым мы не можем планировать, допустим, путешествие по Европе в целом. Когда мы едем, мы еще точно не решили, какую страну конкретно мы хотим посетить, то хочется все-таки видеть полный набор возможностей, которые у нас имеются. Следующая проблема – это примитивные категории. То есть недостаточно знать о том, что здесь находится музей или церковь. Хотелось бы что-то знать об этом объекте более подробно и как-то составить свой выбор, исходя из своих личных предпочтений. Кто-то любит технические музеи. Кто-то любит зоологические музеи. Отсутствие аналитических инструментов – это тоже минус. Как правило, сервисы не имеют, например, возможности по оптимизации маршрутов. Когда у нас много точек, надо решить, в какой последовательности их объехать. Нет возможности посмотреть транспортную доступность, например, при выборе отеля, поскольку если расстояние меряется, то меряется оно просто по прямой, а на самом деле реальная дорога может оказаться существенно длиннее. Также специализированные сервисы, как правило, привязаны к конкретному мобильному приложению. Часто есть какие-то у людей любимые, допустим, навигационные программы, и хочется загрузить свои данные в эти программы, а не ставить какое-то дополнительное программное обеспечение. Что у нас в сервисе сейчас есть, наши основные фишки. Самое главное – это то, что мы используем только открытые данные, причем из разных источников. Эти данные свободно можно обновлять, но пока на сегодняшний день через соответствующие сервисы, и мы будем все это подхватывать на лету, но в будущем мы планируем обновлять непосредственно через интерфейс системы. У нас, собственно, система для классификации объектов, о которой мы расскажем чуть позже. Следующая вещь – это кластеризация объектов по странам и регионам, поскольку объектов очень много. Мы на карте отображаем их в виде кластеров, и на мелких масштабах эти кластера привязаны к странам и регионам, что позволяет определиться лучше с тем, в какой район или в какую страну лучше поехать для того, чтобы посмотреть выбранные объекты. Данные мы отображаем на всех масштабах, мы объекты не прячем, не приоритизируем никаким образом, все видно. И еще одна из фишек мы используем собственный картографический стиль, который позволяет выделить нам объекты на карте именно так, как больше подходит для целей туризма, на наш взгляд. Из источников данных мы используем в первую очередь OpenStreetMap и Wikidata. это два основных источника, но в том числе, но кроме этого используются также Википедии, Вики, Voyage, NaturalServe, ну и отели берутся с Booking. Как Максим уже сказал, мы используем несколько источников данных, но чтобы их правильно отобразить, нам нужно их сопоставить между собой. Предварительно мы сделали фильтрацию объектов, потому что, на наш взгляд, не все объекты ОСМ или Wikidata интересны путешественнику. В результате у нас получилось 24,5 миллиона данных Wikidata, причем где-то 3 миллиона это геоданные, то есть объекты, имеющие географическую привязку. Из объектов ОСМ у нас получилось 17,8 миллиона данных и миллион отелей из Booking. В результате сопоставления баз данных мы получили в нашем проекте около 7,5 миллионов объектов. То есть мы по неким идентификаторам сопоставили несколько разных баз данных, классифицировали их по 197 категориям. То есть у нас объектов 197 категорий. Сделано это для того, что мы считаем, что наш пользователь может сам выбрать те категории, которые ему интересны. Что получилось в общем? У нас существует несколько мега категорий. Это категория религия, история, архитектура. И вот здесь показано примерное количество этих объектов. То есть около миллиона объектов религии, миллиона объектов истории и так далее. На портале это все можно посмотреть. Да, классификация. Классификация была не очень такая простая. И мы столкнулись с некими проблемами. Первая проблема – это некачественное тегирование. Ну, скажем так, это человеческий фактор. То есть пользователь внес в объект OSM или в объект Wikidata какой-то неправильный идентификатор, и у нас сопоставились неправильно объекты. Например, в OSM есть такой объект «Церковь» и одновременно это объект «Ночной клуб». Действительно это так или нет, то есть мы не можем проверить, других данных у нас нет. Но мы их все отображаем, потому что они имеют право на существование. Еще одна проблема – это неравномерное покрытие данными. Ну, это, в общем-то, и плюс, и минус. Потому что если какой-то энтузиаст решил отобразить все церкви в своем, там, церкви, какие-то отдельные памятники, камни, не знаю что, в своем регионе, то мы это тоже показываем, а кто-то не отобразил, и поэтому в том регионе этого нет. Вот здесь пример – это церкви на территории всего мира по данным Wikidata. Можно видеть, что в нашей стране их не так много по этой базе данных, что они соответствуют действительности. Так, дальше. А еще одна проблема – это отсутствие тегов для классификации. Мы считаем, что пользователю, ну, мало того, что он выбрал музей, ему хотелось бы их как-то более детально классифицировать. Вот сравнивая данные ОСМ и Wikidata, можно увидеть, что у ОСМ всего три вида музеев. Это обычный музей, художественная галерея и учреждение, на котором продают работу, то есть выставка, продажа. У Wikidata их 102 категории. И при классификации мы это учли, то есть у нас в нашей базе достаточное количество различных категорий из ОСМ и Wikidata. И вот что у нас получилось. Так как мы с Максимом являемся специалистами в области геоинформационных технологий, то мы, конечно, в первую очередь реализовали геоинформационную часть нашего портала и назвали его «Туристический атлас мира». Это интерактивная карта, на которой пользователь может выбрать нужные ему достопримечательности из вот 165 категорий плюс 30 категорий – это сервисные объекты. Отели, магазины, рестораны, транспорт. Вот в интерфейсе можно увидеть все эти мега-категории. Дальше доступно бронирование отелей сайта Booking, составление маршрута и скоро у нас будет планировщик. Чтобы было понятнее, покажу, как это работает. Например, нашему пользователю интересно увидеть какие-то затонувшие корабли, и куда он может понырять, то есть где он может погрузиться и увидеть какой-нибудь там интересный корабль. Он выбирает из категорий, либо пишет в поисковой строке тег «Затонувшие корабли» и получает набор объектов. Объекты показываются на весь мир. Здесь какой? Это кластера. Кликая на любой кластер, он видит информацию по географическому объекту. Например, на острове Мальта четыре объекта затонувших корабля. Кликая дальше, он получает увеличенную территорию, где может уже посмотреть сами объекты. Также дополнительно можно посмотреть по камерам в онлайн-режиме, что происходит на этой территории. То есть какие виды, например, вид из отеля, пляж. Вот здесь это, не знаю, корабли. Кликая на объект, можно увидеть информацию об этом объекте, перейти на статью в Википедии об этом объекте, либо на сайт о нем же. Также, что очень важно, мы даем возможность нашим пользователям редактировать данные. То есть вот здесь есть вкладка «Редактировать в ОСМ». То есть если пользователь нашел какую-то неправильную информацию, например, или хочет уточнить, он может прямо здесь в интерфейсе отредактировать. То есть перейти на сайт ОСМ и уже там нести правку. Дальше можно приблизиться к объекту и добавить этот объект в маршрут. А, еще что очень важно, объект можно добавить в избранное. Кликнув, лайкнув этот объект, он появится в списке избранного и к нему можно будет потом в дальнейшем вернуться. Сохранить его для использования потом в навигаторе или посмотреть в Google Maps все подобное. Да, да, с форматикой Mail, GPS. И составить маршрут. Вот в результате получился такой маршрут. Вот на данный момент это пока все, что мы сделали. Ну, сделали мы немало. К чему мы дальше стремимся? Вот сейчас у нас реализован туристический атлас мира. Мы его продолжим дорабатывать, работая с самими данными, добавляя новые источники данных и дальше. Еще одна вещь, кроме атласа и ангелитики, которая нам кажется очень важной, это климатические условия. В частности, мы едем в какое-то незнакомое место. Мы едем не завтра, а планируем свои путешествия, может быть, там за несколько месяцев. А нам хочется узнать вообще, какая здесь бывает погода. Например, теплое ли море, чтобы там можно было купаться. Если снег, чтобы там можно было кататься на лыжах. Поэтому мы разрабатываем дополнительный сервис истории погоды, который позволит нам отбирать места не только по местоположению, а еще и по условиям. Например, можно будет задать определенные температурные режимы, система подсветит соответствующие области на карте. Это один из наших ближайших планов. Мы планируем дальше этот сервис развивать. Будем очень рады, если вы зайдете на сайт, оставите по указанному адресу какие-то отзывы, пожелания. Мне кажется, будет очень здорово, если мы все будем развивать открытые данные уже применительно к сфере туризма. У нас все? Вопросы? Планируете ли вы учитывать национальные и юридические и законодательные особенности? Как, скажем, место посещения, закрытая территория, какие-то заповедники или там что-то еще? Или там зона каких-то аварий, которые внезапно возникают, а вы через два месяца собираетесь туда поедать? И, например, такие вещи, как разрешение на погружение. Недавно я узнал, что, оказывается, это нужно получать у нас в стране, в частности, в Крыму, в том же, чтобы до этого корабля нужно иметь какое-то разрешение власти. Ну да, таких вещей довольно много. Где-то там нужно разрешение на рыбалку, например, где-то на погружение. Да, конечно. Сейчас мы отображаем ту информацию, которая есть в ОСН, если там есть какое-то ограничение на доступ, оно будет здесь отображено. Также мы планируем при клике по кластерам, которые у нас соответствуют странам и регионам, показывать информацию о стране и регионе. Опять же, мы привязаны к открытым данным. То есть, если такие данные есть, если мы будем находить источники для этого, мы будем стараться их подключать и показывать максимально полную информацию. Какие истории с ним? Пока вы рассказывали, я зашел на сайт с телефона и… С телефона не работает сайт? Да. Выдя немедленно. Да. У нас есть кланы вообще для телефонов или для аудитории? Есть. Мы хотим сделать возможную работу с планшета. Про телефон мы пока не думаем, потому что все-таки это сервис для планирования путешествий. Мы не предполагаем это как навигационный сервис, когда мы прямо в дороге с мобильного телефона что-то хотим посмотреть. Есть определенный план. Ну, по сути, для телефона там… Вот я тоже вот открыл, мне так уж и много нужно. Просто сделать эту боковую панель убирающейся. То есть, нажимаем кнопочку, панель отползла. Мы видим только карту. Нажимаем, она опять вернулась, задаем какие-то настройки. Да, но для планшетов, когда у нас большой экран, достаточно большой, мы безусловно планируем это сделать. Нет, у меня телефон с неплохим экраном, конечно, но все равно… Сейчас, да, мы сейчас вот только, наверное, еще даже не прошло 12 часов с той поры, когда мы открыли сайт, поэтому еще мы, конечно, далеко… Уронительно. …далеки от идеала, да, но вот такие планы… Только не возникает вопросов, что у вас есть, возникают вопросы, что у вас планируется. У нас большие планы, да, но все постепенно. А по технологической части можно задать вопросы? Да, конечно. Что касается лендеринга, у вас своя стилистика, соответственно, вы сами рассталили весь мир? У нас используются векторные тайлы, вот, да, раскрашиваем, да, у нас свой картостиль. Нет… Танграмм. 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 Танграмм плюс наши собственные, например, вот эти вот… глубины, это тайлы, которые получены… Это наши тайлы. А векторные тайлы генерации на венту или есть кэш? Есть кэш. А кэш вы где храните? На сервере? Нет, я имею в виду в какой структуре. Это файловая структура или это, там, не знаю, в возгласе… В файловой структуре. Сейчас в файловой структуре. Объекты сами, они хранятся в базе данных. А рендеринг, нет, если я далеко зашел, то вы не остановите. Рендеринг векторных тайлов, он осуществляется… На клиенте. В браузере. Я имею в виду подготовка. Подготовка не рендеринг, а подготовка векторных тайлов. Это какой-то тоже открытый антисофт или вы сами писали? Сами писали, но там, на самом деле, сейчас огромное количество генераторов есть векторных тайлов. Они отличаются общим способом задания из запросов и отличаются скоростью, с которой они работают. А единственный секрет, скорость нарезки тайлов, она примерно какая? Нет такой статистики? Ну, все же зависит от компьютера. Ну, примерно, вот я, например, уперся в скорость диска. То есть скорость записи на диск меня остановила. Ну, соответственно, на простом диске… Ну, то есть при хорошем десктопном компьютере вполне можно до 13-го, может быть даже до 14-го уровня за сутки рассчитать весь мир. Да, да, только мы двое. Негров нет пока. Максим, подскажите, вы сказали, у вас получилось 7 миллионов объектов, да? Да. А из них на Россию сколько? Есть статистики? Такой статистики нет, пока не считали. Можно посчитать. Хорошо. Может, это не вопрос, а вы показывали слайды, а чего не лайф-демо? Интересно поставить… Ну, можно попробовать, если здесь интернет же подключен… Не быстро, конечно, но, наверное… Откройка. Еще можно вас спросить? Финансовая сторона, можно подсчитать? Финансовая сторона, можно было понять, за сколько это обойдется? Пока нет. Мы планируем в ближайшее время сделать расчеты на бензин, если мы едем на машине. А что касается тех остальных расходов, это все-таки расходы… Нам нужно подключать авиабилеты, поезда и так далее, это уже следующий этап. Честно говоря, мы еще об этом не думали, как это сделать пока. Но это, конечно, было бы здорово. И по дням еще, так можно посчитать, сколько дней придется… По дням, да. Это у нас есть в ближайших планах. Безусловно, у нас… Открытие на весь экран? Он на экран. Есть. Ну вот, мы на месте. Могут ли пользователи добавлять свои достопримечательности? Пользователи могут добавить достопримечательности либо в ОСМ, либо в Викидата? У них есть свои критерии значимости, и многие туристические объекты в них не влезают, например, в маленьких городах, в райцентрах. Что значит не влезают? Вот, например, есть город Екатеринбург, там сейчас массово продвигают конструктивизм. Они печатают эти буклеты, про каждый дом есть статья в Википедии, а есть такой же город Орехово-Зуево. Он маленький, там столько же домов, они такие же интересные, но в Википедии и в Викидате про них нельзя создать записи, потому что они не отвечают и критериям значимости, про них нету аккредитных источников в Википедии. А для туризма такие точки были бы очень интересные. Ну и с чем тогда можно создать? Ну там ОСМ тоже нельзя сказать, что это и значимости. А у вас, кстати, архитектура в меню, а можно ознакомиться с его содержимым? Конечно можно. Может быть, как раз то, что и говорили, архитектура? Архитектура, Катюша. А, архитектура. Костари, пожалуйста, подальше. Сейчас, одну минуту. А год постройки, год создания? Если есть соответствующие теги в ОСМ и в Викидата, мы это, конечно, покажем. Пока мы фильтруем по категориям, по виду объектов. Дальше мы добавим дополнительную фильтрацию, например, архитектор. Скажите, археологические данные вы будете сюда вносить? Какие данные? Археологические. А тут есть. А что вы имеете в виду? Городища. А, городища здесь должны быть, да, какие-то они? Просто в какой категории? Пирамиды. Исторические поселения, пожалуйста, городища. Да. Это еще есть раскопки. Но есть слово археологии. Раскопки тоже здесь есть. А обновление данных у вас за лету происходит? Или, то есть, констатирование у вас сам? На лету происходит только обновление дополнительных полей. То есть, сами объекты на лету не появляются. Хотя мы планируем тоже сделать это в режиме реального времени. А вот информация о объектах, она обновляется на лету.